В прямом эфире новости сейчас с вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Ташкент готов помочь в расследовании теракта в Нью-Йорке. Атаку совершил выходец из Узбекистана 29-летний Сайфола Саипов. Он по гринкарте прилетел в Штаты в 2010 году. У экстремиста есть жена и двое детей. Работал водителем в Убере. А его причастность к исламскому государству стала известна из записки в салоне пикапа. Беларусь может усилить позиции в международной торговле после вступления в ВТО. Такое заявление прозвучало сегодня в правительстве на встрече с делегацией этой структуры. Переговоры выходят на финишную прямую, ведь Беларусь как член ЕС уже живет по нормам и правилам ВТО, но пока не получает от этого выгоды. К слову, Беларусь заняла в рейтинге ведения бизнеса «Дуин бизнес» 38-ю строчку. Опубликован обновленный список для 190 стран по регистрации собственности «Минск» в пятерке лидеров. Значительно выросла позиция для получения разрешения на строительство плюс 6 пунктов, также выше на 2 строчки. Стали по защите инвесторов и на 11 в получении кредитов. В глобальном рейтинге лидером осталась Новой Зеландия, на втором месте Сингапур. В Литве сегодня изменились правила дорожного движения. Новости актуальны для белорусов, которые в эти дни направляются к нашим западным соседям. Во-первых, с этого дня в Литве вводятся ограничения скоростного режима до 110 км в час на автомагистралях. Во-вторых, с 10 ноября вступает в силу обязательно использование зимней резины. Иначе грозит штраф. А в случае ДТП есть риск остаться и без страховки. Пьяный водитель в Гродно протаранил ограждение школы. Мужчина не остановился по требованию ГАИ, началась погоня. В итоге он влетел в столб, который упал на служебную машину. Содержание алкоголя в крови Гродненцы показало пятикратное превышение. Водителю грозит лишение прав до пяти лет и штраф. Десять лет лишения свободы просят для экс-зам главы партизанского района Минска. Его обвиняют по статьям мошенничества в особо крупном размере и подстрекательства к даче взятки. Жертвами стали по меньшей мере 30 человек, а общая сумма ущерба около 500 тысяч долларов. Чиновник обещал товарищам решить жилищный вопрос. Мужчина вину признал. В эти минуты в научно-практическом центре трансплантации органов и тканей продолжается пересадка печени. Операция 502 по счету. Полутысячную же провели хирурги еще в прошлую субботу. 53-летний пациент чувствует себя хорошо. Белавиа планирует получить три новых самолета Embraer к ближайшему летнему сезону. Как сообщил гендиректор авиакомпании, контракт заключили накануне. Поставки пройдут в апреле, мае и июне. Таким образом, новые суда выйдут в рейсы уже летом. Это позволит предложить пассажирам перевозку с хорошим сервисом и высоким уровнем безопасности полетов. Это были самые свежие новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok